Всем привет, это Agents of Vect. Мы поставляем свежие батл-репорты из турнирных игр Санкт-Петербурга и не только, мы еще другие города посещаем. Так вот, в клубе Enclave проходил турнир и после этого клуб Enclave не будет прежним. Но это не связано с турниром, это связано с несчастьем. Как, возможно, многие из вас знают, рядышком горело здание и во время тушения пожара клубу был нанесен очень большой ущерб. Там была повреждена крыша, было залито водой очень много всего. Клуб теперь, возможно, сам даже не оправится. Если оправится, то он будет переезжать в другое место. Ну, в общем, там все еще супер не определено. И поэтому от вас требуется посильная помощь, поддержечка. Смотрите вот под видео в описании. Я там дам реквизиты, номера карт. Если кто из вас может, пусть переведет какую-то посильную материальную помощь. Это очень нужно. Enclave это супер культовое место, один из старейших клубов в Санкт-Петербурге. Ну, ребят, нельзя, чтобы такая веха ушла в прошлое. Давайте вернемся теперь к турниру, который все-таки прошел, в котором мы приняли участие. Я играл за Дарк Эльдаров. Это у нас уже второй тур. Я напомню про свой ростер. У меня там есть Кобин, которому я решил дать шанс. Я взял Талосов, я взял Гротесков, взял Злого Гомункула по Дарк Криду. Также я взял Культ оф Керст Блейд Вичей. Ну, это, знаете ли, четвертая сила, плюс еще две рандомных наркоты. Это будет интересно. И Черное Сердце, которым я почти никогда не играю, но оно все еще очень хорошее, и там есть агенты Векта. Против нас сейчас Дарк Ангелы, и давайте взглянем на оппонента, его ростер и расстановку. Погнали! С нами сегодня Аллах. Привет-привет. И его Дарк Ангелы. У нас тут 30 терминаторов. 35. Потому что 30 терминаторов и 5 вот этих парней это рыцари. Или рыцари еще... Нет, это рыцари. А, во-во-во-во, рыцари вот здесь вот. А там просто тем... Значит, вот эти вот парни стоят наверху, вот эти два парня там внизу на первом этаже. Закачаны там по визе-виду, да, когти там, молотки у всех у них. А персонажи кто? Эзекииль? Визе-пиль, интерогатор, лазарь, аптекарь и чапельник, да, чапельник. Отлично. Ну а у нас Дарк Эльдары. 10 вичей лодка, 10 вичей лодка с укуба, 2 талоса, 5 гротесков, гомунку. Здесь лодка с труборными, здесь лодка с архонтом, 5 инкуба в 5 вичей. Там внутри, внутри, на первом этаже у нас сидят в реке. Здесь у нас не стал отправлять дипстрайк с карджей. Здесь раз, мандрейки, два мандрейки. Все, миссия по четвертушкам. Что у нас по миссиям? Я взял античетверки, я взял ассасинейт и я взял скрэмблеры. Я не стал брать миссионку, я взял скрэмблеры. А у тебя что? Миссионная, да, стоит в центре. Держать точку. Держать точку у себя. Я выбираю, что у меня все вот эти в ковре, они не предпочитают. И убить больше у тебя, чем я. Ага, убивать больше, чем я. Отлично, все, поехали. А, и кто первый ходит? Да, конечно. Бросок дня. 5. 2. Вот наш оппонент. Ну, вроде классическая тема с 500 миллионов терминаторов от Дарк Ангелов. Однако, какие-то они немного не такие. Потому что видно, что они будут стремиться идти к нам. Вместо того, чтобы уютно стоять у себя в диплойке, фармить миллион очков, они вооружились когтями, молотками и не будут стоять на месте. Они сейчас будут чарджить. Первый ход у меня. И что мне нужно делать? Если честно, я бы тут хотел ходить вторым. Потому что дать ребятам, ребятам подойти ко мне поближе. Кто-нибудь бы даже почарджил, завяз бы где-то в моих ковенских юнитах. И потом мы бы уже развлекались. Но так у меня сейчас будет шанс разъехаться на точках. Мне эта миссия нравится. У нее хорошая вторичка. То есть нужно держать центр и вражескую диплойку. Либо что-то одно, да? Плюс здесь отличные условия у этой миссии, что ты эту точку заскорил, да? Заскорил любую точечку, и она считается твоей, пока враг ее не перескорит. Очень классно. То есть можно на точке постоять, потом с нее уйти. Мандрейки, например, могут отлично делать. Я вот, кстати, взял два отряда мандрейков, чтобы один стоял, стоял, стоял и стоял. А второй вот сразу ушел в дип. И поставил где-то там скрэмблер. А вторым, да, вот этот ряд, который будет стоять, стоять и стоять, я уйду в дип в самый-самый последний момент. Наверное, это под конец игры. И поставлю финальный скрэмблер именно этим отрядом. Чтобы они всю игру вскорили точку, а потом поставили скрэмблер, когда будут, ну, совсем в полной безопасности. Ну, вот примерно такой у меня план. А давайте первый ход смотрим. Первый наш ход прошел. Здесь рейдеры выдвинулись. Здесь на точку встал. Мандрейков один отряд отправил в дип-страйк отсюда. Здесь мандрейки на точке стоят. Скорджи выдвинулись сюда. Мы, в принципе, могли бы почарджить, но не стали. Мы вот здесь вот стоим такие. Дальше все, все ланцы стреляли вот сюда на крышу. Один отряд убили, пятерых. И вот здесь вот со всякой яда убили одного парня здесь. Вот отсюда стреляли ядом, отсюда, отсюда ядом стреляли. Там 12 дюймов. Как раз все, минус один парень. Так, Дарк Ангелы хотят вот эту точку держать сегодня. И они сейчас ходят. А я выполнил пока ничего. Персонажей не убил. Скрэмблер один поставил вот здесь в рэками. И античетверти пока не делали. Ход. Дарк Ангелы в команд фазу. Получили. Там что-то плюс обмаз за изикиля, да, на рыцарей получил. Я имею в виду заклинание. Заклинание. Дальше. Вторым заклинанием заставил Талосов драться последними. Дальше. Чапельники. Чапельники у нас раздали плюс два к черджу. Там всякие реролы. В общем, жусь что раздали. И они, собственно, эти реролы черджей нам позволили пройти через кратер все по чарджи. Что у нас было? Вот эти парни. Вот эта пятерка терминаторов. Почарджила гротесков. Рыцари почарджили гротесков. Вот это все, что здесь стоит, чарджила гротесков. Отбился один отряд. Я гротесками подрался и уничтожил байкера. Я перехватил гротесками, уничтожил байки. Капеллана на байке, да? Нет, это только там. Чемпион. Это чемпион. Чемпиона я уничтожил за гротесков. Дальше. Гротесков уничтожили. Заполнились сюда, законсолидировались. Гомункул поставил укол рыцарю. Скорджи поставили фингалн другому терминатору. Талосы, талосы. Я попытался сесть на два стула. И что? Два шприца в эзекиле, одна перчатка в эзекиле. Эзекиль в одной ране. Тут от ФНП, от Морталок. И перчаткой терминаторов я тоже не пробил. Здесь вот мне тоже почарджили терминаторы. Убили лодку. Одна Вичка погибла на высадке. Но мы точки здесь держим. Итого, я раз, два, три точки держу. Сейчас получаю пятнаху. И мне надо как-то разгрести вот это вот терминаторство. Все, мой оппонент сделал. Назначил Даркангаловская вот эту точку. Заскорил центр. И убил больше, чем я ему. Он получил шесть очков. Я получил три очка за убийство персонажа на байке. Ну, первый ход у нас прошел ни шатка, ни валка. Я немножечко пострелял лонцами. Благо, лонцов у меня выше крыши. Хватило уничтожить даже одного терминатора. Молодцы, Скорджи. Я ими очень доволен. Скорджи с кит-лонцами в принципе окей. Даром, что они у нас тяжелые. Но я очень часто стреляю там через лес. Я стреляю там по самолетам. Так что оно, в принципе, зачастую нивелируется. Да и на самом деле троечек-то я не так, чтобы много-то и кидаю. Я вот заметил. Я прям каждый раз считаю, сколько троек. Они их почти не кидают. Либо единицы, двойки, а потом четверки, пятерки, четверки, пятерки, шестерки. Вот так вот они работают. Нормальная тема. Мне, наверное, просто везет. Но, тем не менее, Скорджи с кит-лонцами пока работают. Я ими очень доволен. Всегда их буду брать. Дальше. Что у нас такое? То есть я продвинулся, ну, буквально вот на полмиллиметра. Весь этот Ковен у нас как стоял, так мы стоим вокруг этого кратера. Чардж-чинас. А он взял, да почарджил. То есть я даже не ожидал, что он дойдет прям вообще всеми. Прям всей армии дошел. Это просто капец. Единственное, у него какой-то аптекой там на байке остался. Гу-гу. Ну, просто даже ему не пройти было, не прочарджить. Там места под него не было. Вот. Гротеские. Помянем пацанов. Но они молодцы. Все-таки я успел уничтожить чемпиона. А чемпион раздавал очень хорошие бафы. Теперь, что нам нужно делать. Вот мы смотрим. Центральная точка. На ней стоит всего лишь один отряд. У меня есть гомункул, дарк видовский, который, во-первых, он раздает минус один ледак. А во-вторых, он может отменить обсек этим парням. И я могу тупо каких-нибудь вечей поставить на эту точку. Засрать моему оппоненту дарк ангеловскую точку. Начать делать там миссионку. Честно говоря, не помню, уже брал я миссионку или нет. Но мы сейчас это выясним по ходу дела. И вот так вот. На начало своего хода я, как вы уже услышали, получаю 15. Ну и что ж. Задействуем весь рукопажный потенциал. Весь стрелковый потенциал. Нам надо как-то избавляться от вражеского присутствия. Как-то надо. Хотя бы начнем с самых противных. Бахнем инкубами в рыцарь. Надо две. Не, ну пять очков получаешь. Наш код. Что у нас было здесь? Талосами не отступал. Здесь высадил, отступил. Скорджи отступили. За КП могут стрелять. Постреляли, ничего не сделали. Транцуха все дела. Мандрейки оттуда нанесли одну рану. Они, конечно, с точки сошли. Но я ее все еще скурию по условиям этой миссии. Да, то есть я ее держал. Здесь Вичи почарджили. Их перехватили и насыпали им. Тут две марталки. Сукуба у нас сюда почарджила. Здесь стояла, да, сюда почарджила. Оставила. Убила двух терминаторов. Двух. Двух из пяти. Дальше у нас что было? Здесь отступил из КТХ. Мандрейки пришли. Поставили скрэмблер здесь. Второй. Здесь вот Вичи с бега почарджили и убили аптекаря. Лодочка тоже вот так вот сюда шла. Стреляли лонцами, но от стрельбы лонцов вообще никто не умер, насколько я помню. Итого. Инкубы и Архонт почарджили вот этих парней-рыцарей. Архонт заставил драться последними. Сукуба здесь отбилась первой. Потом перехватили вот здесь эти терминаторы. Отбили мне Вичей. Дальше. Инкубы уничтожили серых рыцарей. Серых. Просто рыцарей. Черных. Не знаю, какой цвет у них. Дальше. Вот эти парни. Талосы все еще дерутся последними из-за того, что Изи Кит. Они убили одного Талоса. Талос взорвался. Уничтожил последнюю недобитую модель. И еще Талос. Перчатка ни разу не попала в Лазаруса. Но поставил ему три Морталки шприцом. Одна Морталка только прошла. Дальше у нас. Гомункул отступил из ХТХ. Лишил обсека вот этих вот товарищей. Вичи пришли. Не Чарджа. Их перескорили здесь на этой точке. И свой Пойзонер Сампул. Он убил и Изи Киля Пойзонер Сампулой. Все. Морталку туда кинул. Здесь стоят, делают. Я сделал что? Убил двух персонажей. Пятнаха по первичке. И античетверть только на два. То есть я вот здесь только за античетвертил. Вот здесь вот стоит мне засирает. Вот здесь стоит засирает и там тоже. Все. Мой оппонент входит. У него сейчас пять очков за удержание вот этой точки. Ход Дарк Ангелов прошел. Что было здесь вкратце? Значит, здесь парни подошли, почарджили, мандрейков убили, точку заняли. Дальше у нас было. Чапик почарджил инкубов. Архонт за херой к интервеншнулся. Заставил драться последним. Инкубы оставили парня в последней вунде. Он их убил 56 атаками. Он вообще просто... Затем Архонт отбился один раз. Все в инвуль ушло. И пробил второй раз уже там в конце файт-фазы. И ну кое-как пять раз пробил на пятерке. И только один инвуль провалил. То есть еле-еле-еле челик выжил. Здесь вот эти парни. Здесь стояло пять ВИЧей. В них постреляло очень много ракет. Осталась одна. Эти парнишки, вот эти терминаторы. Почарджили здесь одну ВИЧ. Почарджили Талоса. Вот эти мужчины двое вот отсюда. Почарджили этого Гомункула. Ну и что было еще у нас? Здесь Сукуба. Сделала Heroic Intervention сюда. Уничтожила вот всех кроме одного. Потому что там четыре марталки. Она божественно пробила. Инвули говно. Все. ВИЧи тут стоят. Нанесли две раны ему. Сукуба ушла вот сюда. Вот эти два парня убили Гомункула. Гомункул здесь воскрес в двух ранах. Далее Талоса мне убили. Талос не смог перед смертью уничтожить вот этого товарища. Гомункул оставил его в последней ране. Последний укол, да, он сделал ему. Но это у Лазаруса четвертый ФНП против всего мартального. Здесь у нас одна ВИЧ осталась. Потому что эти парни обстреляли их ракетами и подчарджили. Оставалось две, но она провалила ледак и убежала. Осталась вот только сержантка здесь. Все. Все. Мой оппонент контролит центр. Три очка получает. Убил больше, чем я. Ему еще три очка получает. Ну вот и все. Теперь мой ход. Я контролирую раз точку, два точку. Десять очков получаю. Ну, надо сказать, что мне довольно-таки тяжело. Я вот сейчас очень сильно пожалел, что не взял обсидиановую розу. Потому что мне не хватает их рост вунд. Чертова трансуха повсеместно. Даже суккуба с триптих уипом, которая всегда должна на 2 плюс вундить. Она здесь вундит максимум на 4 плюс. Потому что трансуха. И это очень неприятно. Но все-таки вот этой плеткой ты ожидаешь вундить именно на 2 плюс. Но вот, к сожалению, так. И теперь смотрим. У меня есть несколько ланцов, чтобы очистить центр стола от вражеского терминаторового присутствия. От моих вечей в центре стола осталось практически ничего. У меня есть зато еще целая суккуба и архонт. Чтобы как-то подосистить то, что не достреляют ланцы, мы это попробуем в рукопашную атаку замочить. А труборнов будем выдвигать ко вражеской деплойке там, где у них точечка. Если они мне развалят рейдер с труборнами, я высаживаюсь на вражескую точку и ее захватываю. А потом уже, не знаю, там суккубу сюда подтягиваю или как-то там пытаюсь перебарывать. Ну вот такие у нас планы на ближайшие ходы. Посмотрим, что из этого получится. Ход закончился. Скоржи вот сюда перелетели. Равагер сюда немножечко отъехал. Здесь у нас ничего не произошло сильно модного. Смандрейки вот так прошли. Вот у нас подъехал поближе вон туда наша лодка с труборными. Все ланцы у нас пытались колупать вот этот отряд парней. Не получилось. Одного только убили. Пришла суккуба. Еще двоих убило. Ушла из КТХ. Вот здесь мы Лазаруса доколупали. Гамонкул поставил свой последний укол. Эти парни не смогли взорвать лодку в КТХ. Здесь ВИЧи смогли затерпеть терминатора с когтями и забороли его. Вот. Там одна ВИЧ ушла из КТХ. Ну и нас тут сейчас взорвут, наверное, с КТХ и все. Вот этот отряд мы пока игнорировали. У моего оппонента сейчас он держит три точки. Все, это мой ход. Даркангелы походили. Вот здесь два парня отошли от точки, почаржили вот здесь вот с корджей. То есть они вот так стояли с корджи и они их так почаржили. Троих убили. Зашли во в реках на консолидации. В реке им одну рану откусили. Здесь поуютнее встали там на точке, ничего не было. Вот здесь мне, естественно, взорвали лодку. Но мне не получилось высадить кабалитов, чтобы перескорить точку. Да, поэтому я их высадил вот сюда. Там все в порядке. Вот здесь стояло двое. Архонт сделал Heroic Intervention, заставил драться последними. Суккуба сделала Heroic Intervention, убила их. И на своей консолидации зашла вот сюда, вот точку вражескую перескорила. Все. Теперь наш ход следующий. Да, ребят, смотрите. На самом деле я ожидал уже расправиться со всеми вот этими вражескими терминаторами в центре. Уже на свой ход. Но я очень мало там убил. Очень мало. Просто и ланцы неэффективно постреляли. Суккуба там тоже не всех убила, что можно. Вот когда ждешь от нее большого количества марталок, она тебе их просто не дает. Когда не надо, когда каких-то бомжей надо пятерых разогнать, она, естественно, насыпет там пятьдесят шестерок тебе кинет. В общем, это нормально. Тут вот вяло-вяло они разбираются. Но мы видим, что уже после хода оппонента от вражеских терминаторов остается мало что. И я на консолидации свою Суккубу ставлю в центр. Перескариваю. Лишаю моего оппонента возможности делать свою Даркангельскую миссию. Из больших неудач это невозможность поставить на вражескую точку Труборнов, которые, естественно, ожидаемо выпали из лодки. Но ничего, мы сейчас на муве туда подойдем. А пока будем идти на муве, будем по этим терминаторам шмалять из бластеров и лонцов. Посмотрим, как это им будет, сладко или нет. А там у нас, кстати, еще и рядышком мандрейки стоят. Давайте смотреть, чем все это кончится. А нам ведь еще на своей точке надо несколько терминаторов убить. Вот тут-то, кстати, Архонг не повредит. Он сегодня молодец, нарезает. Классный парень. Четвертый ход нас. Здесь в рейке отступили из ГТХ. Снова могут чарджить. Скорджи сюда спрыгнули. Постреляли хит лонцами. Ничего не сделали. Нет, убили одного. Убили одного. Рейдер тоже стрелял. Здесь вот у нас Сукуба с бегом отошла сюда. Почарджила. Труборны стреляли своими лонцами. Никого не убили. Но, в общем, с черджа. Сукуба оставила одного. Ни одна марталка нет. Труборны этого одного добили. Здесь мандрейки вот так вот подошли. Поставили скрэмблер. Вот здесь вот у нас что получается. Я двух вичей посадил в рейдер. И уехал за стратагему в аутфланг. Нам надо здесь где-то скрэмблер будет ставить. Все. То у меня, значит, античетверти на раз, два, три. Это шесть очков по античетвертям. С кремлера три из четырех сделано. В начале пятнаха у моего оппонента сейчас пять очков. И остался один отряд терминаторов. На самом деле мы можем уже считать. Четвертый ход Даркангелов. Даркангелов мы уже не играем. То есть здесь парни стоят. И они тут всю игру будут стоять. Я их не убью. Мы посчитались. То есть я на свой следующий ход держу все поле. У нас по условиям миссии точки считаются заскоренными. Если их враг не перескоривает. То есть вот здесь у меня точка стоит, держится сама. Это здесь стоит, точка держится. Два хода я по пятнахе получаю. И мы посчитались. 97 у меня, 57 у Аллаха. Спасибо за игру. Было очень потно на самом деле. Ну, первые два хода тогда. Ну, вот такая партия. Все-таки перемолол я этих вражеских терминаторов. Осталась только одна пачка, которая ушла сильно далеко. И сильно на игру влиять не будет. Какие выводы по итогу? Ну, Скорджей я перехвалил. Перехвалил они не настолько. Мандрейка хороши в этой партии получились, потому что плохо пробивали. Одна пачка Мандрейков у нас не по плану сыграла. То есть я планировал этими парнями стоять на точке до последнего. Они умерли уже на второй ход. Поэтому скрэмблер последний мне никто таки не поставил. Но нет. Отлично. Вот огромная благодарность Games Workshop за вот эту вот стратагемку, что я могу рейдер отправить в аутфланг, а потом из рейдера высадиться. Вот именно вот этот маневр позволил мне сделать последний скрэмблер. У нас мандрейки, один отряд мандрейков истратил свою телепортацию. Второй отряд мандрейков умер. И как бы две свободные ВИЧки высадились из рейдера. Ну, поехали на такси поставить последний скрэмблер. Это мне стоило два ЦП. Но, тем не менее, вот такой запасной план у тебя всегда есть. И он всегда сработает. Если только поблизости есть лодка. И эта лодка действительно есть. Она пережила всю вражескую антитанковую стрельбу. Что тоже бывает нечасто. Но, когда бывает, это очень приятно. Что сказать про оппонента? Ну, Аллах на самом деле очень старый игрок. Очень опытный. Самый первый турнир, по-моему, это в 2012 году было. Я вот на самый первый турнир, когда пришел, я там против него играл. Он, естественно, меня победил. Он тогда уже был таким достаточно опытным игроком. Это начало шестой редакции было. А я там вообще с зеленейшим нубасом, с говнейшим ростером просто был. Но тоже чет-чет пытался, пытался, сопротивлялся. Вот. Некоторое время я его очень... Да, очень продолжительное время я его не видел на турнирах. Сейчас очень рад был его снова повидать. Сразу видно, да, человек немножечко, немножечко вот форму растерял. Плюс ростер у него не самый оптимальный именно на Даркангелов. Не самые оптимальные миссии были выбраны. Ну и как он сам мне сказал, что на первый ход что-то важное, что-то очень важное забыл, когда дрался. Но, тем не менее, юниты, которыми он чарджил, да, все, кого подчарджил, он убил. Ну, кроме Талосов. Кроме Талосов. Единственное, да, что один Талос эту атаку пережил. Ну, он тоже сильно много в ответку ничего не сделал. Поэтому будем считать, что его ошибка, ну, была прощена ему. Единственное, что я сам ничего не прощаю и ничего не забываю. Все, Дарк Эльдары теперь ответили за свои предыдущие обиды и унижения. Можно вычеркнуть это из списка тех игроков, которых мне нужно победить. Которые обижали меня, когда я был новичком. Вот так вот. Не волнуйтесь, у меня нет такого списка, я его даже не составлял. У меня просто хорошая память. А на сегодня все. Спасибо за просмотр. Пока-пока.